В нашем эфире Михаил Подаряк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Коалиция по вопросам возвращения украинских детей, о которых сообщили, эта инициатива на Мальте, это очень хорошо, действительно важно. Расскажите, пожалуйста, еще, какие самые важные заявления произвучали на Мальте, возможно, какие-то промежуточные решения, что самое важное там было? Ключевые позиции, которые, ну и прозвучали зафиксированные на Мальте, на уровне советников, безусловно, это то, что кроме формулы мира на сегодняшний день, формулы мира, предложенная Украиной на сегодняшний день, нет платформенного решения, как эту войну заканчивать. Второе, что те конфликты, которые, в принципе, не только в Украине мы видим, в Украине он просто масштабный, большой конфликт, война имеется в виду, что и в других регионах возникают конфликты, есть претензии к территориям, есть, условно говоря, попытки атаковать энергетические инфраструктуры в разных регионах, что вот условно говоря, формула мира, объемная украинская формула мира позволяет все эти вопросы сегодня сделать актуальными и, соответственно, на каждой из них получить те или иные логистические решения, имеется в виду, вот в рамках 10 пунктов страны могут присоединиться к тому или иному пункту, обсуждать тот или иной пункт и нарабатывать те условия, которые позволят эти угрозы снимать в случае возникновения таких угроз в других регионах и так далее. Третья составляющая, это, безусловно, акцентуация, еще раз подчеркивание, необходимых, условно говоря, проблематик, которые сегодня порождает война в Украине в целом и почему эти проблематики начинают масштабно нарастать, так как не получают надлежащего ответа в международных институциях. И, соответственно, опять же, те страны, которые приезжают на уровне советников, обсуждают эти проблематики, они как бы постоянно находятся в актуальной повестке. То есть, что порождает война в Украине, почему эта война несет много рисков не только для Украины, но и для других стран, и, соответственно, почему эта тема не должна пропадать с первых полос, условно, я говорю, с первых полос, да, ну, прежде всего, с политических повесток других стран, в том числе тех стран, которые занимают нейтральную позицию или околонейтральную позицию в отношении конфликта, почему эти проблемы так или иначе будут иметь отголосок в других регионах, имеется в виду проблемы, которые поднимаются через формулу мира Украины. И вот это все прозвучало зафиксировано в соответствующих документах, внутренних документах, в коммунике, которые по итогам мальтийской встречи были подписаны. И, соответственно, я думаю, что в итоге мы выйдем на универсализм украинской формулы мира как таковой. То есть все другие предложения, которые, я напомню, вы, наверное, помните полгода назад, разные страны периодически выходили с теми или иными предложениями, как эту войну нужно финализировать, какие-то свои формулы предлагали и так далее. Сейчас эти формулы уходят уже в небытие, остается только базовая платформа, на еще раз подчеркиваю, решение. Ну да, действительно, из инфополя исчезли вот эти все многочисленные мирные инициативы, которые не так давно, как вы правильно говорите, Украине предлагали разные страны. Можно ли уже на сегодняшний день говорить, что украинская формула мира окончательно победила, или нас еще ждут новые парады вот этих миротворцев? При каких-то сложившихся обстоятельствах, которые они будут считать выгодными для себя? Конечно, нас ждут с вами парады миротворцев, нас ждет еще тяжелое время, мы сейчас находимся с вами в тяжелом времени, потому что все-таки война, давайте, если бы война была молниеносной, ну, скажем так, быстрой, да, то многие вопросы выглядели бы совершенно иначе. Сейчас мы уже 20 месяцев находимся в активных боевых действиях, соответственно, Россия постоянно атакует не только линию фронта, но атакует и гражданское население, масштабно это делает, использует весь арсенал, который у него есть, включая те же баллистические ракеты, те же крылатые ракеты, те же гиперзвуковые ракеты, соответственно, используют и Черноморский флот, используют и авиацию стратегическую, тактическую и так далее. То есть, соответственно, война затягивается, война большая, война объемная, война требует напряжения и морального, и финансового, и военного напряжения, война требует перехода и на военную экономику, И война требует от нас с вами ограничения в каких-то правах и свободах, ну как любая война этого требует и так далее. Война выставляет другие требования к экономике, я имею в виду с точки зрения тех денег, которые перераспределяются на социальные программы и на военные программы. И соответственно война такие же условия выдвигает странам нашим партнерам, потому что требует напряжения и их экономик, в том числе и военное производство развивать, в том числе и инвестировать дополнительные деньги военно-производство, передавать Украине дополнительную технику, продолжать активно актуализировать темы и тому подобное. Но имеется в виду тему войны, тему того, что Россия является, скажем так, донором глобальной нестабильности, глобального хаоса. И это все надо делать в тех странах, перед теми избирателями, которые живут другими проблематиками. Это мы с вами находимся внутри войны. Например, чем дальше от эпицентра войны, безусловно, у тебя есть другие проблемы, есть другие важные инициативы, есть другие желания с точки зрения куда-то тратить национальные бюджеты. И, конечно же, будут периодически появляться те или иные инициативные группы, которые, кроме того, что они сами по себе будут пользоваться вот этой затянутой войной, усталостью определенной и так далее, инициировать. А давайте-ка все-таки, наверное, о чем-то договоримся с Россией и так далее. Кроме того, не забываем, что Россия будет еще тратить достаточно большие объемы денег. Она их и сегодня тратит на то, чтобы свои сети, пророссийские сети, которые существуют в разных странах, они до сих пор существуют где-то более активные, где-то более пассивные, чтобы они выходили к своим избирателям и говорили, смотрите, мы не должны тратить на Украину, мы должны тратить на войну в Украине, мы должны тратить деньги на себя и так далее. Поэтому давайте-ка предложим какую-то формулу, типа территории в обмен на мир как таковой и так далее. То есть мы с вами это будем ожидать, безусловно. Решит ли встречи в формате Копенгагена, Джедда, Мальта, решит ли проблема войны и мира? Нет, конечно же. Проблема войны и мира решит только три фактора. Первое, это, безусловно, собственно, события по линии фронта, то есть то, что делают вооруженные силы Украины. Второе, это оптимально продолжающаяся поддержка проукраинской демократической коалиции. Она продолжается, она есть. Да, мы хотели бы там что-то ускорить. И третья составляющая, это наша вера в то, что мы должны правильно и справедливо завершить эту войну. Я понимаю, что тяжело, опять же, я вернусь к пункту 20 месяцев войны, что это тяжелый большой срок. И, конечно же, он определенные депрессии формирует, определенные сомнения формирует. Это тоже нормально. Но, тем не менее, мы с вами будем иметь разные временные промежутки, когда периодически будет появляться кто-то далекий от войны и будет предлагать, давайте мы быстренько здесь все закончим, как-то номинально. И знаете, что здесь очень важно понять следующее. Любое предложение, которое не будет укладываться в формулу мира, предложенное Украиной, это так называемое компромиссное предложение, которое переносит войну на следующие этапы. То есть переносит все равно принятие какого-то ключевого решения на следующий временной промежуток. То есть война не закончится компромиссом. Если Украина не реализует свою формулу мира и не получит справедливый финал в этой войне, соответственно, тогда Россия не пойдет на трансформацию. Россия, накопившая ненависть, накопившая вот этот беспредел, который не наказанный, тот объем военных преступлений, которые в таком случае тоже не будут наказаны, она просто обрушится после определенной паузы с новыми силами на Украину, и не только на Украину, но и на другие страны. Вот, кстати, вчера в Пекине министр обороны Российской Федерации, военный преступник Сергей Шойгу, заговорил о переговорах. Что конкретно он сказал? Что Москва готова к переговорам о постконфликтном урегулировании кризиса в Украине и о дальнейшем существовании с Западом. В то же время Шойгу подчеркнул, что для этого западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России. Как бы вы могли объяснить вот именно такие формулировки, которые он выбрал? Постконфликтное урегулирование кризиса в Украине, например. Первое, Шойгу не является человеком, который достаточно компетентен для тех речей, о которых он говорит. То есть он совершенно не понимает, что такое постконфликтное урегулирование, что такое мирное существование, что такое стратегическое поражение и так далее. Шойгу для этого не соответствует по своему интеллектуальному уровню, чтобы все это понять и так далее. Он прочитал просто набор фраз, которые не понимает. А теперь перейдем, собственно, к набору фраз, которые ему сказали зачитать на таком представительном заседании. И так далее. Эти фразы звучат следующим образом. Первое. Запад должен перестать поставлять оружие в Украину. Тогда мы сможем чуть-чуть поубивать еще украинцев и в итоге заставим них принять капитуляцию. Второе. Так как он это сделал в Пекине, безусловно, то таким образом он говорит, смотрите, мы на самом деле хотим мира, мы готовы к мирному урегулированию, но нам не дают это сделать, опять же, злые западные партнеры Украины и сама Украина. Третье. Он говорит о том, что мы готовы к постконфликтному урегулированию. То есть человек говорит о том, что мы должны остаться там, где мы есть, мы должны остаться на оккупированных территориях, мы должны считать, что это был какой-то там мифический конфликт, мы пришли освободить каких-то людей, мы не совершали никаких преступлений, мы вырезали гражданское население большим количеством, мы разрушили многие города, но это на самом деле был конфликт, который инспирирован, опять же, не Россией, а кем-то, непонятно кем. И Украина сама все это стерла, и поэтому мы готовы постконфликтно обсудить о том, как эту войну завершить. Ну и, наконец, четвертое. Опять же, он слово переговоры, для вас сообщает слово переговоры, на самом деле он имеет в виду исключительно капитуляция. Просто хочу, чтобы когда вот такие субъекты где-то что-то говорят о переговорах, об урегулировании, чтобы нам было понятно, как это переводится с российского языка, с этого странного суджика, на котором они, как правило, разговаривают, это переводится конкретно как капитуляция. И при этом они просто на коленях сейчас у Запада умоляют, не перестаньте помогать Украине, то есть прекратите просто поставлять вооружение, это они называют стратегическим поражением, забудьте про стратегическое поражение России. На самом деле они на коленях умоляют Запад, перестаньте поставить, у вас же есть сейчас куда надо поставлять? Смотрите, мы же вам там организовали, совместно с Ираном организовали, ну и с целым рядом других субъектов, принимавших в этом участие, организовали вам большую заварушку на Ближнем Востоке. Вы туда начинаете передавать оружие, и тогда мы, собственно, Украину еще немножко дорежем, потому что мы ее ненавидим очень сильно. Немножко там поарестовываем кого-то, немножко там кого-то поубиваем, побомбардируем, да, ну то есть поатакуем ракетами и так далее. После этого, собственно, мы выйдем на капитулятивные условия, с которых мы начинали эту войну, которые звучали следующим образом. Сложите оружие, встаньте на колени, часть из вас мы отфильтруем в концентрационные лагеря, часть из вас мы захороним, припишем это потом условным нацистам, а часть из вас будут работать у нас в оккупационных администрациях и так далее. Вот, в принципе, так звучат слова Шойгу. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что меняется, да. Единственный способ остановить вот это все, он состоит из двух частей. Первое, обязательное поражение России по линии фронта, существенное, чувствительное, я не говорю о том, что мы с боями должны идти до границы, я неоднократно уже об этом говорил в 91-го года, но существенные, болезненные поражения России по линии фронта, которые должны спровоцировать хаос в самой России, то есть трансформацию, и тогда вот такие, как Шойгу, они исчезнут, как политическая элита, да, появится кто-то другой, и, соответственно, будем считать, что это привело к справедливому окончанию войны. Все остальное не имеет никакого значения. Все эти слова, такие как Шойгу, Лавров, Путин сам и так далее, это все абсолютно понятные, предсказуемые вещи, которые не меняются из года в год. Михаил, а стоит ли делать оглядку на то, что эти фразы Шойгу зачитал в Пекине? И, кстати, представителей Китая не было на саммите в Мальте, что тоже можно трактовать по-разному. Как вы это можете объяснить? Я не вижу здесь, я бы не делал никаких выводов конскрологических, тем более и так далее. Китай — это гораздо более глобальный игрок, чем Российская Федерация сегодня. Безусловно, представители России периодически приезжают в Пекин, в Китай, ну или там, где присутствуют китайские высокопоставленные представители для того, чтобы оправдаться в чем-то, то есть сказать, что мы все понимаем. То есть Россия сегодня ведет себя как абсолютно конкретный вассал Китая. Это для меня не вызывает ни малейшего уже сомнения, то есть Россия сама по себе не является сегодня насколько-нибудь важным субъектом. К сожалению, да, они еще имеют ресурсы, давайте все-таки здесь не применшать те возможности военные, экономические, которые у них до сих пор еще есть, которыми они пользуются для того, чтобы атаковать Украину. Но с точки зрения влияния на глобальные процессы, уровень России гораздо меньше сегодня, нежели уровень Китая. И Китай, конечно, снисходительно на это смотрит. Китаю вообще нравится, когда такого типа страны, как Россия, которые ничтожесумнящие просят что-то там помочь в чем-то и так далее, приезжают и начинают говорить вот эти достаточно абракадабрические вещи, которые говорит Шойгу. Опять же, на отношение Китая к России это никак не влияет. Китай прекрасно понимает, что Россия вот это все, что говорит совершенно, как это говорит одно, а за пазухой держит фигу, да, то есть будет делать совершенно другое. Китай абсолютно равнодушно смотрит на любые заявления Российской Федерации. Что касается присутствия Китая на тех или иных встречах, ну, Китай прекрасно понимает, что в рамках войны, как только будет тактически, еще раз подчеркиваю, болезненные поражения России, то, соответственно, все очень быстро будет развиваться, и Китай примет, на мой взгляд, в этом активное участие. С точки зрения тех или иных переговорных процессов, ну, он сам определяет, нужно ли ему получить ту или иную информацию, или этой информации, которую он уже на сегодняшний день имеет, о том, о формуле мира той же Украины достаточно для Китая, с точки зрения оперирования, да, этой информации. На мой взгляд, Китай для себя выбрал вот эту позицию нейтралитета, он ей строго придерживается, и, соответственно, мне кажется, что позиция Китая уже достаточно понятна и прогнозируема. Ну, Китай действительно глобальный игрок, как вы говорите, и скоро он может сесть за стол переговоров с другим, не менее, даже более глобальным игроком с Соединенными Штатами Америки. Громкое заявление недавно сделал Байден, он сказал, что у его страны есть реальная возможность объединить планету так, как этого не было уже давно. Многие посчитали это прямым приглашением Китая за стол переговоров. Китай, Си Цзиньпинь уже на это ответил такими словами, судьба человечества зависит от того, найдут ли Китай и США взаимопонимание. Михаил, насколько исторической может быть эта встреча? Готовы ли эти страны к диалогу конструктивному? И где в этом диалоге может быть место Украины? Ну, я считаю, что сегодня историческую функцию выполняет Украина, потому что она как раз и поставила перед миром очень много важных вопросов, на которые требуется ответить, если мир хочет существовать в каких-то прогнозируемых правилах и так далее. Одно из них, безусловно, я не готов отвечать за интересы Соединенных Штатов, вы прекрасно понимаете, и Китая, и не готов комментировать, насколько будут хорошо проведены те или иные переговоры этих двух супергосударств, два супердержав. И так далее. Но, тем не менее, я считаю, это позитивный тренд. То есть, грубо говоря, разговоры, прямые разговоры США и Китая крайне важны. Опять же, из политической повестки постепенно убирается Российская Федерация, что, опять же, очень хорошо. Я вижу эту ситуацию следующим образом. Очень крутые вопросы перед миром поставила Украина, которая сопротивляется больше 615 дней уже. То количество дней, которые в войне проходит Украина, они реально перед миром поставили очень важные вопросы. Это второе. Какие это? Международные институции? Это как останавливать конфликты? Это международное право? Действительно ли оно работает? Надо ли человечеству иметь какие-то правила? И как принуждать тех, кто эти правила нарушает, все-таки эти правила соблюдать? Наконец, Украина поставила перед миром очень важно. То есть, грубо говоря, сорвала все маски с Российской Федерации. Показала, смотрите, вот вы хотите знать, кто инвестирует в нестабильность, в которой вы живете сегодня? Кто инвестирует в теракты, в убийства, в ультраправые эти неонацистские сети по всему миру, в оголтелую пропаганду, ксенофобскую пропаганду, в погромы, в перевороты и так далее. Вот, пожалуйста, вот у вас субъект. Вы либо примете решение, что этот субъект должен в таком виде прекратить свое существование, либо вы получите абсолютно неконтролируемую ситуацию в ближайшее будущее. Тогда в безопасность или в попытку вернуться к каким-то правилам нужно будет инвестировать гораздо больше, чем инвестиции, например, в военную помощь Украине. Для меня вот Украина, которая все это обозначила широко, объемно, крупными мазками, условно говоря, гораздо важнее, но с точки зрения той роли, которую она отыгрывает сегодня в историческом процессе в этом. То, что вы говорите по поводу встречи, да, действительно, я считаю, что должна быть какая-то, опять же, конструкция, новая конструкция безопасностная в том числе, построенная, где ключевые роли должны отыгрывать глобальные государства, такие как США с одной стороны, Китай с другой стороны с точки зрения их исторических традиций. Их склонности, например, к тем или иным формам политического управления. Бессловно, Украина здесь будет играть тоже важную роль, как субъектное государство. И в то же время, на мой взгляд, после этой войны, которую мы сегодня имеем в Украине, Россия будет играть крайне ничтожную роль. Я всегда сравниваю, что Россия, в принципе, по своему потенциалу, по своему реальному влиянию на глобальные процессы, должна играть роль государства под названием Эритрея. Но, к сожалению, так как она имеет большой объем энергоресурсов, которые часто продавала, она имеет большой накопленный объем советской старой военной техники, которую в данном случае используют в Украине, конечно, роль России была несколько преувеличена. Вот сейчас роль России будет существенно уменьшена и войдет в то русло, в котором она и должна находиться. А Запад готов к этой ничтожной роли Российской Федерации на мировой арене? Помните, мы неоднократно с вами говорили о том, что Запад просто не знает, что делать с режимом Путина, Запад не знает, что делать с Россией, которая потерпит поражение, и тем более Запад не знает, что делать с, возможно, распавшейся Россией. На сегодняшний день Запад ищет ответы на эти вопросы? Знаете, я не сомневаюсь, что ищет. Я с симпатией все-таки отношусь к нашим партнерам и считаю, что они медленно, но все-таки делают правильные выводы, в том числе и в отношении природы современного российского режима, как такового, и природы войны, которую Россия ввела не только в Украине, но и до этого в целом ряде других стран. И, соответственно, Запад примет те решения, которые будут объективны и так далее. Но тут я по-другому всегда на это смотрю. Вы можете думать о чем-то, анализировать что-то, хотеть это делать, не хотеть, пытаться отложить решение. Но, знаете, исторический процесс, он исторический процесс. Вот те решения, которые по России надо было принимать в середине 90-х, в 2000-х, после войны в Грузии, после того, что Россия сделала с Крымом, после того, что Россия творила в Алеппо, Эдлибе, ну, в Сирии и так далее, после того, что Россия устроила целый ряд военных политических убийств на территории Европейского Союза как такового, после того, что Россия сделала внутри своей страны с политической конкуренцией, со свободой слова и так далее, с выборами как таковыми и тому подобное. И, соответственно, вот просто, когда ты не понимаешь, куда идет эта страна России и просто переносишь принятие решения, да, ну, то есть как бы не принимаешь решения, ну, то есть находишь в России какой-то компромисс, то ты просто ухудшаешь следующие свои же переговорные позиции и ухудшаешь следующие стартовые позиции для принятия решений. Вот, к сожалению, эта война, это следующий этап, то есть гораздо худший. Если сейчас не будет принято решение о том, что Россия в таком виде не должна существовать, именно в политическом, понятное, виде, то, соответственно, следующая ситуация будет еще более мрачная, масштабная и более кровопролитная. То есть это нужно понять. То есть сколько бы ты ни откладывал решений, еще раз подчеркиваю, исторически предопределенная была ситуация, когда Россия не будет интегрирована в современную цивилизацию. Россия не может быть такой, как страны, которые, ну, например, европейские страны, потому что европейские страны инвестируют в собственный комфорт, в собственное технологическое развитие, в собственное качество жизни как таковое. Россия не инвестирует в собственную страну и никогда этого не делала. Россия инвестирует в две вещи. Первое, в воровство как таковое, да, и второе, в доминирование на внешних рынках за счет силы, шантажа, угроз или непосредственно убийств, войны и так далее и тому подобное. Такая страна в 21 веке существовать не может. И вот постоянно откладывая решение о том, что Россия не может быть членом современного сообщества, Россию только подталкивали к масштабированию своих внутренних проявлений, к тому же шантажу, убийствам, воинам и так далее. Если это продолжать делать, то следующая война будет еще более масштабная. А кроме того, в перерывах между войной Россия будет инвестировать опять же в терроризм как таковой, то, что она сегодня делает, опять же в те же политические убийства, в существенные вмешательства через доступ, легкий доступ к средствам массовой информации в политические компании в других странах и так далее. То есть вы можете обсуждать, я имею в виду не мы с вами здесь в эфире, а я имею в виду аналитические центры для разведки других стран. Вы можете хотеть принимать решение, не хотеть, но исторический процесс, он предопределен, еще раз повторяю, и Россия в таком виде всегда будет врагом современной цивилизации, как любое авторитарное неонацистское государство. Оно заинтересовано в закукливании, в изоляции и в постоянных войнах. Воспроизводство войн для неонацистских стран такого типа, как Российская Федерация, это естественный способ сосуществования с другими странами. Других способов, способов открытых границ, реально открытых границ, открытых культур, открытого пространства, конкуренции как таковой технологической, экономической, финансовой Россия не приемлет. Вот и все. Что касается распада, я не настолько, конечно, сильно придерживаюсь концепции, что Россия распадется. Да, наверное, какие-то там территории, особенно Кавказ, наверное, они уйдут в свободное плавание, но в целом Россия территориально может сохраниться примерно в таком же виде, как сегодня. За исключением тех территорий, которые будут находиться в сфере других больших государств, я имею в виду Дальний Восток в данном случае и так далее, если они им нужны, эти территории, с учетом всего, что сегодня происходит в Российской Федерации. Вот и все. Поэтому нужно спокойно воспринимать то, что эта война просто ускорила процесс окончания существования России, которая не вписывается в современное цивилизационное развитие человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok